Приветствую всех зрителей и подписчиков канала Techniques Reviews. Сегодня необычное видео, я хочу показать свою новую страницу ВКонтакте. Вот она сейчас перед нами, страница Юрия Борисенко. И на аватарочке стоит заставка от группы, которую я создал. То есть со страницы моей можно перейти в мою группу. Группа называется «Энциклопедия паракорда». Вот я нажал «Переход» и попадаю в группу «Энциклопедия паракорда». Страница группы открывается в таком виде, как сейчас мы видим перед собой. То есть меню группы скрыто под надписью «Меню группы». Вот я навожу и оно активируется. То есть если нажать на эту кнопочку, то откроется графическое меню группы. Но сейчас я нахожусь на странице админской, а я перейду на пользовательскую. И покажу. То есть мы видели в таком виде, вы заходите на страницу группы. Нажимаем на надпись «Меню группы» и попадаем в графическое меню. Первым пунктом графического меню – «Видео уроки». То есть все видео, касающиеся паракорда, которые находятся на моем видеоканале Technics Reviews, в плейлисте «Энциклопедия паракорда». Энциклопедию паракорда я начал создавать после того, как понял, что я уже кое-что умею именно в работе с паракордом. И у меня уже есть чем поделиться. Но в само название заложен глубокий смысл «Энциклопедия паракорда». То есть я хочу собрать максимально знания, касающиеся паракорда, касающиеся плетений, видов плетений, видов изделий, техник, технологий работы с паракордом. Инструмента самого паракорда, он тоже бывает очень разный. То есть вот поэтому и плейлист на канале Technics Reviews называется «Энциклопедия паракорда». И поэтому группа ВКонтакте, на странице которой мы сейчас с вами находимся, также называется «Энциклопедия паракорда». И теперь переходим опять к меню группы. То есть вот мы открыли графическое меню группы. Перед нами первый пункт – «Видео уроки». Нажимаем и попадаем на YouTube, на канал Technics Reviews, в плейлист «Энциклопедия паракорда». И здесь вот видим все видео, которые собраны в данном плейлисте. Но хочу сказать, что данный плейлист в работе, и так как я сказал, будет развиваться в дальнейшем для того, чтобы собрать максимальные знания в области паракорда. Возвращаемся опять на страницу группы. Следующий пункт – «Заказ изделий». То есть можно через этот пункт заказать любые изделия из паракорда. Нажимаем и попадаем в мой блок, в котором есть раздел «Изготовлю по индивидуальному заказу». Здесь есть виды изделий. Здесь есть искусственные деревья бонсай, которые также я могу изготовить. И есть раздел «Заказ», «Оплата», «Доставка» и так далее. То есть вся информация о заказе изделий представлена на данной странице. И третий пункт, который есть в меню группы «Энциклопедия паракорда» – это контакты. То есть нажав на этот пункт меню, перед нами открывается страничка со всеми контактами, как со мной можно связаться. Вот. Это, собственно, то, что я и хотел сегодня показать в видео. Единственное еще, сделаю небольшой акцент на том, что вот в разделе «Ссылки» я, наверное, его тоже сейчас этот раздел переделаю. Это будут не ссылки, а полезная информация. Здесь есть ссылки на контакты, на группу «Энциклопедия паракорда», собственно, на ее описание. То есть, ну, давайте сейчас посмотрим. Вот «Энциклопедия паракорда». Группа создана как место для общения и учебы всех, кто любит изделия из паракорда и работать с ним. В разделе видеоуроков имеется большое количество подробных описаний техник, технологий приемов плетения из паракорда. Можно свободно делиться фото своих изделий, обсуждать их изготовление, задавать вопросы администратору группы. Общими усилиями мы с вами создадим настоящую видеоэнциклопедию паракорда. Обязуюсь по мере возможности и наличия времени снимать новые уроки, в том числе ответы на вопросы участников группы. Вот так я позиционирую группу и позиционирую свое положение в ней. Дальше. Правила группы. Я их также зачитаю для того, чтобы все поняли, что их нужно соблюдать. Правила группы. Группа вне политики. Все сообщения с признаками высказания политических взглядов или несущие антисоциальное содержание по отношению к участникам группы или другим лицам будут удаляться без предупреждения. Авторам таких сообщений будет отказано в членстве в группе. Реклама в любом проявлении в группе возможна только после согласования с администратором. Размещенное без согласования удаляется. Автор, допустивший нарушения, отправляется в бан. То есть я не люблю, ну собственно сам стараюсь никогда не нарушать правил поведения в интернете. И не люблю, когда они нарушаются кем-то. Поэтому я написал такие строгие правила и буду строго их соблюдать. А те, кто может жить нормально в коллективе, нормально общаться в группе, без антисоциальных проявлений и политических высказываний. Те, я думаю, прекрасно будут общаться и обмениваться опытами, знаниями и получать ответы на свои вопросы в этой группе, в нашей новой группе «Энциклопедия Паракорда». Есть фотоальбомы, начал публиковать новости. То есть, понятно, группа новая молодая, но тем не менее 71 участник уже в ней зарегистрирован. Поэтому я приглашаю вступать в группу, приглашаю подписываться на мой канал Technics Reviews, на котором представлен плейлист «Энциклопедия Паракорда». И любители паракорда всегда будут в активном состоянии вместе со мной в области работы с паракордом. Вот это то, что я сегодня хотел. Это презентация группы, ее краткий анализ, описание и приглашение всех вступать в группу и подписываться на видеоканал. На этом я сегодня заканчиваю. И по традиции, как я обычно заканчиваю свои видеообзоры или видеоуроки, я всегда говорю «Пока-пока». Субтитры создавал DimaTorzok